С середины августа по середину сентября в Самаре, по данным Яндекса, за последние три года транспортная напряженность росла примерно на полбалла. В этом году ситуация может быть серьезно осложнена в связи с масштабными дорожными работами. Московское шоссе в районе пересечения с улицы Бубнова. Из-за строительства подземного тоннеля магистраль сократились с 7 полос до 2. Здесь пробка всегда. Пробки постоянные. Я подрабатываю. Извозка. Время ограничено. Приходится выбирать вечером, когда уже меньше машин. В выходные из города не выехать здесь. Пробки на Новосадовой и Поперечных улицах. С 1 сентября, когда начнется новый учебный год, ситуация усугубится. Что-либо сделать мгновенно, исправить ситуацию, наверное, действительно невозможно. Но нет у нас возможных вариантов объезда тех участков, где ведется дорожное строительство. А оно ведется, мы все это ощущаем. Приволжский микрорайон, начиная от улицы Нововокзальной в сторону выезда из города. Это просто кошмар для автомобилистов. В Самаре с 1 по 9 сентября вблизи школ мест скопления людей будут работать 120 нарядов дорожно-постовой службы. Затором подвержены как раз такие участки, как Московское шоссе 18 километра, где у нас строится транспортная развязка, это Московское ракетское шоссе. Московское шоссе Банны, где у нас также сейчас ведется активная реконструкция проезжей части и перекрестка в целом. То есть там хоть и введено дополнительное светофорное регулирование, но тем не менее ситуация осложнена еще и достаточно большим потоком общественного транспорта. Планировали открыть Московское ракетское шоссе к 1 сентября. То есть в итоге по техническим причинам эти работы не успевают выполнить до 1 сентября. Также к 1 сентября планировалось открыть перекресток, хотя бы по направлению Димитрово. Это Димитрово-Московское шоссе тоже пока строители, к сожалению, не успевают. Кроме того, не успевают открыть движение трамваев по Ташкентской. Это значит, что сложнее всего ситуация будет в промышленном и Кировском районах. Полицейские рекомендуют пользоваться дорогами-дублерами, заранее продумывать свои маршруты и выезжать из дома с часовым запасом времени. Добавим, в этом году Самара заняла шестое место среди российских городов-миллионников с самым затрудненным движением.